Лайфис Гуд Лайфис Гуд С компанией Лайфис Гуд я стал относиться к трудностям как по-философски. Знаете, было много курьерных историй, которые я рассказывал, когда моя машина ехала только вперед и на прошлом конгрессе об этом говорила Неля Джен, наш спонсор. Почему она ехала только вперед? Потому что не хватало денег починить коробку передач. Все деньги уходили на развитие бизнеса. Была такая история, когда я два раза переходил границу нелегально для того, чтобы попасть на очередное событие, у меня не было загранпаспорта. Страна, где я родился, мне нужно было получить справку. И я пересекал, ну все бы ничего, что за история, но она была связана с тем, что я бежал пять километров по пыльной дороге и под хлопки автоматной очереди. И это все для того, чтобы прийти на очередное событие, которое мне было на тот момент недоступно. Была история, которую я тоже очень с трудом рассказываю, но сегодня на этом конгрессе я расскажу об этой истории, когда в моей жизни случился такой случай. Мы жили, мы снимали квартиру. Я постараюсь это рассказывать курьезно, потому что я могу в этот момент заплакать. И в эту квартиру затекала вода зимой, представьте. И мне было очень тяжело смотреть в глаза своей матери. Знаете, мне очень было тяжело осознавать, что я довел себя до такого и оказался в этой ситуации. Вот. Да, это было очень сложно. Самое тяжело было осознавать, что я нахожусь в этой ситуации. И сейчас, когда все изменилось, я на этой сцене, я в начале своего пути не верил, что это возможно. У меня было состояние неверия, что я могу купить себе квартиру на берегу моря и жить в ней. Я не верил, что моя мама будет жить в квартире в доме, в шикарном доме на 400 квадрат. Я не верил, что я буду ездить на шикарных машинах, а моя машина просто была разваленной. И я не верил, что я буду зарабатывать такие чеки. Сейчас, когда я зарабатываю, был такой момент, я мечтал о том, что я буду зарабатывать 100 тысяч рублей. И сейчас, на сегодняшний день, если сравнить эти доходы, это вообще ничего. И я это говорю не для того, чтобы похвастаться, друзья, а для того, чтобы донести до того человека, который сейчас, может быть, смотрит на меня в прямом эфире. Или, может быть, в этом зале есть люди, которые слышат, и ему тяжело на душе. Я хочу донести до этого человека, если ты здесь сделал выбор, именно в компании Life is Good, именно в нашей компании, если тебе тяжело на душе, это просто временные обстоятельства. Life is Good. Будь первым, двигайся только вперед. Я в MLM-индустрию попала с традиционного бизнеса. Да, конечно, в жизни моей были очень сложные трудности. Так получилось, что в совершенно молодые годы, в совершенно молодой женщине мне так сложилось в жизни, что я осталась совершенно с двумя маленькими детьми, с маленькими, со своими престарелыми родителями, о которых тоже нужно было заботиться. Отец был инвалидом. И у меня на тот момент было всего 50 рублей в кармане. Вы знаете, эта история, конечно, она очень такая тяжелая для меня. И на тот момент, да, я нашла выход из положения, потому что я четко знала, что от моего принятого решения, от моих действий будет зависеть жизнь моих родных и близких. И я вышла из этой ситуации. Я занялась бизнесом, традиционным бизнесом, но через некоторое время мне предложили бизнес MLM. Вы знаете, на тот момент все говорили, не предлагать сетевой, это не работает, это ничего не работает, это вообще, это какой-то, ну, вообще, это не то, это не тот бизнес. Но вы знаете, что я для себя увидела, что я для себя услышала в тот момент. Я увидела, что в этом бизнесе можно зарабатывать неограниченно, а самое главное, что у тебя есть время для своих родных и близких того, что мне не хватало в традиционном бизнесе. Я думаю, что люди, которые занимаются, они знают это. У меня не хватало времени на моих детей, я даже не знаю, как выросли мои дети. И вы знаете, я сделала правильный выбор, я сделала правильное решение, потому что в бизнесе MLM я встретила своего супруга. И когда нам поступило предложение именно заняться компанией Life is Good, я помню тот год, помню 2014 год, помню, когда в маленьком кабинетике офиса в Ростове-на-Дону приехал Роман Викторович и презентовал компанию. А я тогда сидела и думала, боже мой, какой кооператив, какие квартиры, какие счета, вообще это что такое, это что-то невероятное. Мы разобрались со своим мужем. И вы знаете, мы приняли решение работать в этой компании, мы приняли решение быть с этой компанией до конца. И вы знаете, что мне тогда сказал мой супруг? Я ему благодарна сейчас за эти слова. Он мне сказал, раз ты принял решение, раз ты хочешь быть в компании, раз ты принял решение работать здесь, значит нужно делать бизнес быстро. Нельзя, надо быть мощным толчком, надо быть в бизнесе примером для своих людей и для своей команды, что сделали мы. Вы знаете, да, конечно, у нас тоже были ошибки, потому что каждый из нас, как и вы, пришел с каким-то своим багажом знаний, и с какими-то своими знаниями каждый думает, что он умнее кто-то, кого-то. Но всегда нужно слышать своего руководителя, всегда нужно слышать, что тебе говорят. А секрет был прост. Мы просто вывозили людей на мероприятия. Мы просто вывозили на сердце нашей компании, это семинары, на семинары наших людей, вывозили нашу команду, и нас бизнес стал расти в гору. А вы знаете, у нас тоже, может быть каждый, кто-то сидит здесь в зале и слышит, тоже не хватало этих денег вывозить на семинары, тоже не хватало денег посещать. Но мы знали прекрасно, чтобы что-то получить, нужно что-то вложить, чтобы что-то взять, нужно что-то дать. Так же и бизнес требует вложений. И спустя эти годы я хочу сказать с открытым сердцем, с открытой душой, что мы сделали правильный выбор. Так как сейчас, да, у меня прекрасная семья, прекрасный дом, прекрасные дети, прекрасные родители и, самое важное, прекрасный муж. И хочу вам сказать одно, что мы имеем право теперь посещать любую страну. Мне не нужно думать, куда я поеду в следующее путешествие, мне стоит пальцем тнуть карту, я поеду в эту страну. Я хочу там отдыхать. Это все в компании Life is Good. Я хочу здесь. А я помню себя, я думаю, что женщины поймут меня сейчас. Когда, проходя по дорогим витринам, проходя мимо дорогих витринов, магазинов, я смотрела, боже мой, думала, кто заходит в эти магазины, страшно порог переступить, не то что ценник посмотреть. А сейчас я захожу в этот магазин, я не то что ценник смотрю, я просто беру то, что мне надо, то, что мне нравится. Понимаете? Как жизнь изменилась. Когда-то мечтал, кто-то мечтал, может, о квартире. А сейчас что произошло? Я не думаю о том, как я куплю квартиру. Я думаю просто месяц подождать и на тебе квартира. Месяц подождать и на тебе квартира. Потому что месячный заработок позволяет себе купить квартиру, купить свой дом. И самое главное, самое ценное, помните всегда, это благодарность. Это родители, это самое ценное в жизни. Потому что сейчас я не думаю о том, и мы с Владиславом не думаем о том, что если заболеет наша мама, если заболеют наши родители, куда мы их отправим лечиться? Что, какие, как им купить? Мы думаем о том, где самое лучшее лечение, где самое медицинское лучшее обслуживание, где самый лучший санаторий, куда мы можем их отправить? Берегите своих родителей, цените, потому что это самое, самое дорогое в жизни. Так как потом вы себе в душе никогда не простите, никогда за то, что могли сделать в этой жизни и не сделали для них. АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь – это самое, самый лучший учитель. Жизнь преподносит самые главные уроки, и нам жизнь преподнесла. Я благодарю за все трудности, которые были в моей жизни, потому что эти именно трудности помогли мне принимать решения и действовать. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно, надо не забывать, как мы всего этого добились, и не забывать, что мозговым штурмом Роман Викторович Василенко с нашим прекрасным бизнес-тренером Андресом Винсом создали девиз идеи нашей компании – объединиться, чтобы жить. Только подумайте, о чем это говорит. Сильнейший лозунг, сильнейшие идеи, которые можно вообще только придумать. И мы вместе объединились для того, чтобы двигаться по карьере. Я хочу адресовать вот это послание вторым половинам. Может быть, кто-то из вас, ваши вторые половины, вас еще не поддерживает. И я хочу донести вас, что даже в поэтическом плане, возьмите, объединиться, жить – мы сильны только вместе. И вот эта вот сила в объединении дает нам очень мощные силы, мощную энергию для того, чтобы двигаться, зарабатывать деньги и достигать своих целей. Девиз компании поддерживает самое главное – семейные ценности. Семья – ячейка общества, семейный домашний очаг. Это самая главная ценность, которую поддерживает наша компания. Мы помогаем людям, мы помогаем семьям. Несите это людям, передавайте это людям, чтобы люди знали, чем мы занимаемся. У нас действительно уникальная компания, которая выгодна государству и, главное, полезна людям. Мы искренне вам желаем, мы искренне вам желаем, верьте в себя. Вот это мое самое главное послание – верьте в себя. Мы искренне вам желаем жить по полной, жить с большой буквы, увидеть этот мир, быть полезным людям и вообще жить в том доме, о котором вы мечтаете, жить той жизнью, которую вы нарисовали себе с самого детства. Будь здоров, будь счастлив! Счастье, здоровье погасло и успехов вам!